В этом творческом проекте «Пяти минута». Он не индивидуальный, он групповой. Вот, чтобы вы знали. Это Петр Луфьев. Да. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так. Друзья, дорогие, как мы начнем? Сразу общаться или вам сметь что-нибудь? Потому что мне не принципиально. Я так понимаю, что вы больше хотите каких-то практических упражнений, занятий, чего-то такого, да? Ясно, хорошо. Все, значит, петь не будем. Хорошо, петь будем. Тогда будем. Друзья, спасибо. Добрый вечер. Сквозь день таящих лет День в день брел, как слепой Лишь боль знала мой след И повсюду жла за мной Я был ко мне в пыль и ждал Долго свет Меня ноги несли вдаль Где вспыхнул який свет Он мне дал Надежду Ей жизнь как прежде Взгляд любви Может угадь Он мне силы дал и дать Твой свет был так далек Но я шел на пролом Я рвал петли дорог И летел к тебе мой сон Твой лих Словно снегекс Зашел прямо ко мне Мой рай снова воскрес Я дарю его тебе Он мне дал Надежду Величись как прежде Взгляд любви Не может встать Он мне силы дал и дать Он не дал надежду, верит жизнь, как прежде. Взгляд любви не может дать, он мне силы дал и дать. Взгляд любви не может дать, он мне силы дал и дать, он мне силы дал и дать. И фанк, и хэви металл, все что угодно. В основе того, что, например, я как педагог преподаю своим ученикам, это академическая классическая школа Бельканта. Ну, немного видоизмененная. Поэтому я думаю, что ничего сверхъестественного я вам не покажу. Но у меня есть свои наработки, свои какие-то такие уже... Не то чтобы я бы не назвал это секретами. А можно я к вам спущусь сюда? Я бы не назвал это секретами. Это такие, как бы вам сказать, маленькие нюансы, но очень точные нюансы, без которых очень-очень тяжело и маленьким детям, и уже ребятам немножко повзрослее. У меня такой вопрос. Вы педагоги или исполнители? Педагоги. Вот. И исполнители. Класс. Ну, тогда вообще замечательно. Это хорошо. Так, есть тогда о чем поговорить? Может быть, у вас есть сразу вопросы какие-то? Потому что если я начну говорить, это будет долго и, может быть, даже скучно. Говорить? Хорошо. Так, ладно. Тогда очень быстренько и по существу. Можно потише, конечно, не вопрос. А можно? Так, там первые, 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 первые. Я вообще не убью. Слушай, не убью. Если слышно. Вам будет слышно? Да. Смотрите. Да. Друзья, пожалуйста. Кто-то может с ним соглашаться, не соглашаться. Я вообще ничего не навязываю. Это свои наработки, свои собственные ощущения. Я ничего не придумывал. Все природа за нас давным-давно придумала. И много хороших педагогов до меня. То, что я основываюсь на академическую школу, это факт. И отсюда не в дальнейшем. Также проработанное просто мною и переделанное для восприятия русскоязычного аппарата за школы. Некоторых американцев, таких как Милиссор, Сатарей. Я думаю, что вы сталкиваетесь с этими вакуальной школами. Опять-таки, трудность в чем? Когда идет просто человек, который не понимает, при чем в школе творится, он может себя просто наобидеть. Поэтому я говорю, что в любом случае, любая школа должна заняться по любой вакуальной школе. В школе должна быть систематичнее только под наблюдением педагога. В любом случае, естественно, индивидуальный подход, потому что нельзя присоединить вот таких вот красивых в один ряд и со всеми одинаково заниматься. Поэтому нужно обновить, естественно, те упражнения. Их большое количество, которые подходят, например, не подойдет. Вот это девушка из следующей, подойдет другой. Потому что кому-то идет, а кому-то не идет. Что само по себе такое мнение? Многие считают, что взять микрофон, открыть рот, широко, сделать вид, что я пою, и перестать и петь, ничего подобного. Ничем не отличается пение от того, как вы с вами разговариваете. Я не открываю для вас сейчас никаких новых горизонтов пения речевой позиции. Я позиционирую и занимаюсь со своими учениками хрестом. На основе академической, хорошей опоры, хорошего именно академического большого зерна, но работа на речевой позиции. То есть минимум, минимум, открывание рта, когда это не нужно. И максимум работы дыхания опоры и резонатора, грудной и головной. Все, все, что нам нужно. Это просто точно соединить два резонатора. Грудной и головной. Как? Сейчас мы видим. Вот. Здесь, здесь. Доспекает вопрос как. Вражение в море. Нужно просто понимать, что при этом происходит. Я просто покажу, да? Я все-таки его включу. Потому что будет... Вот смотрите. Я просто на практике буду показывать. Минимальное положение вообще в принципе. Там, ты и пей. Все. Вам больше не нужно. Не нужно делать. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Потому что это А уже давно вот там сформировано. Это баска. А? Это баска. Что-что-что-что? Это баска. А, ну да. Может быть. хотя очень талантливый человек надо только заниматься над собой все запомните одну вещь но это меня так учили и я это позиционирую и придерживаюсь мы поем согласными буквами не классными то есть я сам по образованию до консерватории хоровик дирижон я знаю что такое хоровое пение и знаю что такое сольное вокальное пение это две разные вещи абсолютно но к сожалению встречаюсь я объездил очень много конкурсов и общался с большим количеством педагогов к сожалению очень много руководителей студии вокальных детских юношеских студий это бывшие хоровики которые не посчитали нужным взять себя в руки заставить поработать чему-то научиться и дальше это передавать следующему поколению поэтому с такими проблемами сталкиваемся очень часто и это в принципе было есть и к сожалению будет но кто-то умудряется все таки взять вверх над своей ленью и немножечко повысить свою квалификацию так хорошо поем согласными буквами почему потому что вот я стою на полу да пол меня подбрасывает сам по себе как пол нет то же самое происходит со звуком для того чтобы мне подкрыгнуть мне нужно оттолкнуться вот наша диафрагма это есть опор собственно самое самое простое что такое пение изначально пение это искусство выдыха научите ребенка правильно дышать спокойно поставьте научить покажите ему куда опирать на что операция и все и дальше идет работа над резонаторами самое простое вы можете просто попробовать если никто не пробовал дело в том что от природы мальчики сами по себе дышать животом девочки грудью до ключичное дыхание а задача у нас какая и тех и тех заставить дышать вот нижние части ребер и вот диафрагма что для этого нужно ничего просто берем вот так вот опускаемся отдыхаем все как бы человек неправильно не дышал он автоматически вдохнет туда все ставим на опору разгибаемся вот у нас все можно делать все что хочешь скакать прыгать не знаю присядку все ничто не прыгает ничего все диафрагма держится встал выдохнула спасибо друзья мы под фанеру отпрыгали вот она вот она опора скачите крутите сальто не соответствует встал выдохнула все просто просто ну безумно просто скажите попробуйте попробуйте встал выдохнула все вот я стою пожалуйста может и держится что угодно это мышца держится и я опираюсь я отталкиваюсь вот я от кого отталкиваюсь то же самое делает звук а вот это называется позиционное пение не важно что он поет эту ноту эту ноту эту ноту не важно в какой части диапазона то есть даже на упражнении на любом когда занимаются ты играешь ребенку ну допустим на разбор на разбор на трезвуче он его и поем он поет а 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 не важно мимо большего без опору а объяснить что такое позиционное пение когда Я не спел ни одного интервала, я все спел в одной позиции. То есть я не передвигался. Заставить просто ребенка, или, допустим, будем говорить ученикам, мыслить позиционно, не интервалами, не скачками, а просто позицией, на опоре позиций. Резонантно. Как их соединить, да? Это очень важно. Есть такое упражнение, почему я сказал, что многие упражнения я просто немножечко адаптировал под русский аппарат, потому что люди, которые разговаривают на русском языке, вообще приятные условия, и английский – это два различных аппарата формирования класса в разных местах. Если, допустим, у, ну, будем брать американцев, да, или как американская школа, если им удобно сделать «эй», потому что они и поют вот так вот, «эй», то для нас позиция будет гораздо выше и тоньше. «Эй», она выше. Здесь «эй», а здесь «эй». Слышно, да? Ощущается, как он гораздо… Вот он зевоп… И вот там, вот там где-то там находится такая… Не-не-не-не… Не-не-не… Вот такая вот мерзкая, мерзопацкая… Вот такая вот точечка. Не бойтесь кривляться, потому что красивого звука сразу не нужно добиваться. Для того, чтобы понять, где находятся резонаторы и куда в них попадать, надо научиться кривляться. Дети, которые родились, пока не пошло половое созревание. У них головной резонатор как работает? Они не задумываясь, свистят в него и все там. Аааа, ну да, фестулай, ну работает не все. Все, они не думают об этом. Работает природный резонатор. А потом, конечно, вот его, когда, особенно у парней сложно, да, когда идет мутация, все. Если человек не знает, что ему тут сделать, все. А диапазон падает, 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 падает. У меня было тоже так. У меня с ре второй октавы просто диапазон упал до фа первой. И все, и делай, что хочешь, сиди. И рассказать некому, как это, а что это. Потому что, ну, как пелось природой, так и пелось. Поэтому, вот, мне бы какого-нибудь подопытного кролика, чтобы вы увидели просто, чтобы, что это на практике, это на самом деле не так сложно. Есть кролик подопытный? Вот, поаплодируем, поаплодируем. Как вас зовут? Вот, Татьяна, мое любимое имя. У меня супруга Татьяна. Так, вы поете? Да. Да. Хорошо. Давайте начнем просто вот с дыхания, да? Вот то, что я говорю. Положите себе руки вот сюда, вот под ребра сразу, да? Нагнулись. Вдох носу. Ага. Все. Задержали. Грубо говоря, да? Есть ощущение вот сопротивления? Теперь, вот, поднимаемся. Где? Где ощущение? Что дернется? Да. О, пошел бы. Хорошо. Так вот, теперь давайте просто попробуем. Вот здесь. Вот, ну где-то здесь. Попробуйте подкрепляться. Сейчас я скажу одну такую вещь. Вот все, что я закрыл, вот. Вот этого всего вам не нужно. Звук перемещается, вообще, в принципе, по задней стене плотки. Вот здесь вот. Вам не нужна ни челюсть нижняя, которую нам обычно любят. Не улыбка, о которой говорят, путь и на улыбке. И сразу мы делаем так. Сейчас мы хотим стеть такой улыбкой, как для... У нас здесь еще разада, здесь еще разада. Вот. Улыбка, это, вообще, в нормальном понимании, широко растянутое, мягкое небо, которое находится вот здесь. Вот. Это, знаете, как стукнули палочки по голове. А ты не знаешь, а что произошло? А, да. Вот. Вот это называется пение на улыбке. И вот теперь вот в таком состоянии. Здравствуйте. А где я? Вот. Предлагаю просто вот так покривляться. Мне нужна от вас ни и ни. Ни, ни. Просто ни, ни. Угу. Вот очень классно вы кого-то понимаете. Слышите, да? Звучит вот здесь. Вот она, гортань, да? А все упражнения... Я вам сейчас покажу еще несколько упражнений. Все эти упражнения основаны на своих ощущениях. Вот. На самоконтроле именно... Вот сейчас прозвучало... М-м-м-м-м. И вот она в гортане. А... Зевок. Натуральный зевок. Когда вы зеваете, что происходит? Горта не ходит вниз. А, ну да, приблизительно так. Но вот я сейчас... Помните мультфильм этот? Остров закроющий. Здравствуйте. Я доктор Лисы. А, очень приятно. Вы слишком много курите. А, вот как ни странно, вот этот огромный зевок, с которым разговаривать невозможно. В нем разговаривать просто. Ну, если вот только вот так вот и разговаривать, да. Но он еще больше. Сама природа звука очень тоненькая, маленькая, вот тонюсенькая. То есть нет такого, это вот ощущение, когда говорят, ой, какая глотка там у него луженая. Да ничего подобного. Классно работает резонатор дыхания. Все. Никто не делает... Как филорама. Огромный зевок, опора и очень точно заряженные, скажем так, включенные резонаторы. Поэтому вот такой зевок. Вот такого тоненького звука. Я предлагаю зевоку. И просто закрыть рот. Просто на своих ощущениях попробуйте. Смотрите. Зевок, натуральный зевок. И сохраняя этот зевок, просто закройте рот. Сомкните задние зубы. Коснитесь вот этой челюстью, вот этой челюстью. Попробуйте. Не забудьте. А зевок там остался. Есть ощущение? Вот в ощущении такого звука мы продолжаем дальше делать все упражнения. А вот этого не надо делать. А вот этого не надо делать. Да? Да. Классно. 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 Все ж нет. Ничего же не происходит, да? Розырь. Все, все. Все. А ничего в этой двери есть специального происходить. А как же голос, который здесь, который не выходит сюда, а который стоит на ней? А, хороший вопрос. Сначала хотя бы попробую, сейчас я объясню. Вы уже паканируете, а потом? Хорошо? Мы не стесняемся, мы будем потом попробовать. АПЛОДИСМЕНТЫ О! Отличный вопрос. Что касается звука, который вот сюда, да? Вот это вот, а-а-а! Вот это неправильно, в корне неверно. А-а-а! Зевок, да? Я только что сказал о зевке. Все, что мы делаем, происходит на зевке. Все время зевая. Получается, своеобразная такая, ну, парадокс, нет. Несмотря на то, что мы посылаем звук в головной резонатор, мы при этом из груди все время посредством зевка его достаем. Этим самым мы соединяем грудной и головной резонатор. Вот у нас получается вот такое колесо. А-а-а! Я сейчас покажу, как это происходит утрированно, да? Вот идет зевок. А-а-а-а! Что я делаю? Я просто зеваю. Удерживая гортань с помощью оборы. А-а-а-а! Удерживая гортань с помощью оборы. А звук с воздухом сюда ничего не выходит. Звук собирается вот здесь, друзья мои. Только с той стороны. Да. На твердом небе. Эта твердая неба для нас работает такой же точкой опоры, чтобы попасть в небо в мягку. А-а-а-а! Да! А-а-а-а! Хорошо. А-а-а! Бросаем не сюда, не на зубы, а наоборот. Из-за головы вот туда. А-а-а-а! 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 Нет, он стоит здесь, конечно, но по одной простой причине. По одной простой причине. Язык. Какую функцию выполняет язык у нас? Очень-очень важную функцию. Все. Во-первых, корень языка, да? Ну, вот представляем. Вот язык, да? Вот мы сделали вдох. Это я боку помогал, да? Корень язык орел. Ушел. Кольта не пустилась. Все. Вот эта часть языка. Только красные. Поверь. Вот здесь. И держится этот звук. А-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а! Там ничего не меняется. Вообще ничего не изменяется. Кроме большого-большого зиткаута становится больше и опора крепче. А, когда открываетесь? Он открылся. И все. То есть нет необходимости, вот то, что я сказал, нет необходимости делать как А, О, У. Все гласные сформированы уже там, в гортане. Вот таким образом. С помощью языка глотки И, Э, А, О, У. И, Э, А, О, У. Я что-нибудь ртом делаю? Ничего. О, шикарно. Вот. Не надо ничего выдумывать, уже все до нас давно природа выдумала. Особенно, и один очень важный момент, всегда об этом говорю. В пении нет чистых гласных. Да. Ну, кто-то это знает, а для кого-то это просто, а как это? Например, ну, гласная У. Нет, 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 я не это имею в виду. Глотка находится всегда в положении, вернее, аппарат находится в положении широкой глотки. Хотите Э, а хотите Э. Э, оно само по себе уже собирает звук. И, дети есть маленькие? Ну, хорошо, мне откажется, что мы слушаем. А, рвотный эффект, эффект отрыжки. Вот на этом мы поем, как это не парадоксально. Вот он. Вот, нормальный звук, вдох, опора звука. Не сюда, оставить. Так, ну вот, да у нас включится, да? Вот, вот, вот эта впадина. Ну, где-то, я не знаю, сколько. Ну, образно, найдите себе вот здесь точку в ощущении, когда, а, вдохните, сделайте зевок, вот до сих пор просто зевок, глубокий зевок. И вот, куда он пришел, оттуда возьмите маленькую-маленькую точечку. А, вот где удобно, в том, в той части диапазона, где удобно. А, и дальше, что бы вы ни делали, все будет здесь же. А, 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 а. Не перемещаем, то есть грудной резонатор, грудной звук, мы не перемещаем сюда. У нас больше становится зевок. То есть, чем выше, чем выше нота, неважно, чем выше, чем ниже. А, а, наша задача совместить грудной и головной. Вот, грубо говоря, образно, грудной резонатор, вот головной. И у нас задача совмещать всегда вместе вот эти две точки. Когда происходит больше зевок, соответственно, траектория становится больше. Да, слышно, я пытаюсь все время оттуда его достать. Вот, вот в чем смысл. Тогда не надо открывать рот, а происходит зевок. А рот уже сам откроется, когда ему понадобится еще больше зевка сделать. Понятно так? Что-нибудь понятно? То, что я играю. Хорошо, а можно вопрос, сколько лет ребенку? Ну, примерно. О-о-о. А четырехнадцать? Вы знаете, я вам честно скажу, лет до одиннадцати, если у ребенка природой само поется, лучше вообще не вмешиваться. Не пытаться ему объяснить. А если не поется, значит, надо пробовать с ним и кривляться, и играться, и объяснять, что у него там, не знаю, но образы разные бывают. И картошка горячая, и все же, да? Но самое образное, старое, вот, наши те определения, которые, там, представь, что у тебя картошка, да? Положил в рот, а она горячая, и ха-ха-ха-ха. Вот он, вот он зевок, ну, на детей это работает, даже на взрослых, извините, кому уже под сорок уже работает. Говорю, ты когда-нибудь хватал картошку горячую? Да. Говорю, а теперь представь, что и ха-ха-ха-ха-ха, и пытаешься ее остудить, да? На дыхание, допустим, что он почувствует, я правильно, как девочкой. Девочкой? Вот то, что я показал. Вот так вот. Вот то, что я показал, смотрите. Они тоже очень хорошо это, очень хорошо цепатуют. Особенно сопротивление. Есть у нас такой фининатор-вокалист Натарова Светлана Вячеславовна. Просто, ну ладно, не правильно как можно ставить. Мало того, что она всех лечит, так она еще и вокалистов петь учит этими упражнениями. Вот то же самое, да, что сделали? Вдохнуло, и получается что? Вот этот выхлоп. Попробуйте, что припроб, вот что до сих пор дошло. Когда ребенок поймут, куда идет сопротивление, через что, да, куда опираешься. А для того, чтобы она поняла, куда ее доходят, вот это самая разрушенность. В любом случае, она сюда вжоркнет, если нос с девком, сам по себе, по природе, он пойдет туда. Останется только ей, при этом дяди, разогнутся. Очень удобно, как вниз, так и наоборот, снизу, допустим. Да, ну любое упражнение, какое-нибудь там детское, например, там, бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра. Она будет подниматься, и у нее автоматически... Вы вот сами просто попробуйте. Если вот согнуться, отдохнуть... Давайте попробуем. Вы попробуйте, просто на своих ощущениях, чтобы вы понимали, что это. Да, пробуйте. Вот, пробуй, сдай, пробуй. Спасибо, спасибо, спасибо. Смотрите, вот, на улице. Сделали вдох. И теперь, удерживая, извините, свою диафрагму, делаете упражнение. Допустим. Бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра. Идется противление? Вот, вот она стоит. Бо-то ребенок тоже самое почувствует. Еще чуть-чуть. Бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра. Все на опоре? Хорошо, на опоре. Когда вы руки и стены начинаете петь, пишите. Когда вы поете врачу и спины. Поэтому вы странно, и заходите, когда вы приходите. Включается, вечно, мы находимся. Посередине, я, например, прибью, получается, как бакарная, а прибег и трехожок, браво, да, наружу. Вот как, вот это вот, петь один, получается, да, получается, что, как в 20 шинках, а бывает у меня даже три раза. Волосы, то есть, что нужно, мне надо сгладить, как ногу, все. Чтобы не слушаться. Правильно, поэтому и... Это не слушается, а в середину, это получается тем, что данная герма, но это вообще не понятно, в стилистике этой вещи. Вот если здесь выглядел эти малярки, можно было бы просто услышать, что в корабле есть одна малярка. А есть одна малярка? Есть малярка? Ага. Выходите. Да, поешь. Боешь? Нет? Ладно, давай. Я уже говорил, что дети сразу, видите, у нас в телевидении страшная штука. Они видят, как дяди и тети открывают рот, широкая фонограмма. Но потом берут микрофон и начинают это все хреблять. Говорят, что дети теряют. Сколько преподавателей с плеча, они говорят, если ты не отстываешь рот, то есть шла, сла, сла, по шоссе, состал и сушку. То есть если ты не работаешь у бани, то тебя не подняется со сцены вообще. То есть ты голос слышишь, а соус нет. Нет, одно дело, очень активный аппарат. Я сейчас вообще не открываю. Да, да, у меня зубы закрыты. У меня там всего, но у меня очень активный аппарат. Я сейчас специально, у меня клубы расслаблены полностью. Вот, я просто говорю. Дикция никуда не теряется. Нет, это же надо просто попробовать. Это просто потренироваться. Хорошо, давайте, упражнение, посмотрите, упражнение номер раз. Вот каранташку, да? Что мы делаем? Можно, вот, сразу хочется сделать э, нет. Лучше всего ограничить себя. Вот у сатирикса есть классное упражнение, у него этот... Эффект тот же самый. То же самое. Смысл тот же самый упражнение. Сделайте себе вот так, подтяните сами, не руками, нет. У вас на сцене не будет возможности взять и поставить себе сюда пальцы. Вот, нет, вот то же самое. Что мы делаем? Подтянули вот сюда вот эти щеки. Сделали себе вот такую уточку. Вот там. И попробовали покривляться, сказали. И, э, а, о, у. Вот еще только вот отсюда и сюда, пожалуйста. И, а, о, у. Нет, все же хорошо. А теперь то же самое. Вот как мы проявляемся, только оставляем нормальный зевок, нормальную опору. А звук сам по себе, я уже сказал, природа звука очень мелкая. Не надо много звука. Вот эта вот точка. И, а, а, о, у. Вот я зевнул. И, а, а, о, у. О, ничего не изменилось у меня, только зевок стал больше. А вот сейчас ты зевает. Так это хорошо. Что вы делаете носом, а ртомом, или как это ведете? А, в данном случае, в данном случае я делаю ртом. Можно делать это и носом. Носом хорошо делать упражнение, когда открыт рот. Я сейчас пройду, покажу. Открываем рот. И перекрываем языком, дотрагиваемся до мягкого неба. А нам покажу. А я покажу. Язык куда? Ничего себе. Делаем так. Даваем рот просто открыт. И потом делаем вдох носом. И он сам туда подстягивает. А, ну да, 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 правильно. Да, вдох носом теперь. Вот. Вот так вот. Нет, нет, нет. Ну да, получается, язык подтягивается. Да, там, когда ты краешь. Язык подтягивается до верхнего мягкого неба. И что с ним дальше делать? А, вот, дальше. Сохраняя вот это вот положение, попытайтесь добиться... Вы сами для начала попробуйте это сделать. Чтобы у вас вдох в таком положении доходил вот сюда. Рот, тон. Вот по задней стенке глотки. Вдох, выдох. Чтобы небо растянутое оставалось. В том-то и дело, что не грудью. Вот, вот нижняя часть ребер у меня работает, да. Вот это, что касается, как мы дышим, да. Можно дышать так. Чередуем, да. Делаем открытый рот. Открытый рот, широко открытый рот. Растянутой гортань. И чередуем, значит. Вдох носом. А, вы слушайте, смотрите. А, э, и, о, о. Вот, вот, вот. Вот это вот растягивает вашу глотку. Вот, в любом случае, есть очень много упражнений именно для того, чтобы растянуть глотку. И от этой стихи, как вы до дна. Вот, то же самое. Потом закрываем рот и делаем то же самое. Хотите носом, хотите ртом. А теперь должен оставаться тот же. Вот я, то же самое. Вот, вот оно растянутое небо. А вот я опустил язык. А небо-то я уже все, я его растянул и держу там. Вот. Взять песню, взять, допустим, элементарное. Это не элементарно, сейчас покажу. Вот то же самое, да, практически. Смотрите, есть такой момент с этим же зевком, с этой же опорой. Что делают согласные буквы и где они, в принципе, это, вероятно, очень важно. Где они расположены. Звучание их, такие согласные, как гэ, ха, ка. Попробуйте просто сказать их. Видите, где они у вас? Они у вас здесь. О, а надо, чтобы вот отсюда. Вот буква гэ, гэ, ка, ха. А, а, ка, ха. Вот. Вот из этой же точки, вот то, что я говорю, да, грудной резонатор, вот поставили себе. Вот. Вот эта категория согласных звучит вот отсюда. Ги, ки, ха, ка, га. Вот. Сразу оттуда. Дальше. А, такие согласные, как гэ, ша, ща, че, да? Шипящие, да. Все делается очень просто. Сохраняется зевок. Вот у нас корень языка лежит. Вот все зазевали сразу. А потом, смотрите, правильно? Да, нет, аппарат просто, он привыкнет к этому состоянию, и вы не будете зевать. У вас будет просто натуральный зевок. А, а. В чем, в чем вообще смысл согласных букв? Когда, допустим, ну, очень-очень часто бывает, когда, вот, я просто несколько детей переделывал, это очень сложно. Когда, допустим, она поет что-нибудь, и на какой-нибудь согласной букве, вот у нее был открытый рот, да, допустим, там, ой, что, что с этим? Можно я на белорусском так вспомню, так, потому что у меня дети на белорусском поэт. Она поет, значит, ой, за гаем, 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 слышно, да, слышно, да? Все, уже слушать невозможно, уже тяжело. Дальше. Задача какая? Вот зевок. Вот я сказал З, у ребенка звучало так, и все закрылось. А вот задача сохранить звук и просто кончиком языка сказать, дотронуться, сохраняя вот это вот состояние. Вот, вот, на что нужно с ними обращать внимание, я про согласные шипящие, да? То же самое мы делаем, вот зевок, зевок-то остался. Это как упражнение, оно звучит как классика. Вот я вам сегодня пел, вы хоть что-нибудь классическое услышали? Не будет ничего. Как ноты вверху берете? Ноты как там вверху берете? Вот там то и дело, что я их беру позиционно. То есть позиция, опора позиции, я уже начинаю в высокой позиции это делать. То есть для меня неважно, у меня спрашивают, какой диапазон, я не знаю, какой у меня диапазон. Я могу свистануть фистулой там фа, третья октава, и не задумываясь, потому что я позиционно это делаю. То есть я не работаю в этом диапазоне, но абсолютно, да, ребята, это голая техника. Просто есть ремесленники, а есть музыканты. Вот я себя ко вторым отношу. У меня техника есть, а дальше живите этой музыкой и наполняйте ее тем, что у вас вот здесь. Но изначально это должна быть техника. Есть еще очень... Так, согласны. Все понятно с согласным? Сейчас, вот, и еще, еще две гадкие согласные, которые жизни не дают. М и Н. Которые все умудряются петь в нос. А здесь, вот, как раз-таки, возвращаясь к упражнению... Ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни, да? Вот у нас голова. Вот. Ага. Вот смотрите. Вот я закрыл. Все, озвучит голова. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э Изначально, вот, нечего, вот. Только можно еще легче. Вот, все тренируется. Я говорю, самое простое это встать, вдохнуть, сделать зимок. Вот давайте по очереди, чтобы вообще было понятно ребенку, как ему сформировать вот этот аппарат, изначально правильно и проследить. Согнулись. Вдохнули. Не, не, можно сейчас. Просто я сейчас объясню, а вы попробуйте. Вдохнули, потом вот к этому вдоху сделайте еще дополнительный зимок, вот сюда. И вот это состояние аппарата полной болевой готовности. То есть вот так вот все. Попробуйте. Вот попробуйте сейчас вот согнитесь, вдохните, а потом еще добавок сделайте зимок. А теперь сохраняем. Этот зимок просто закройте рот. Вот состояние. И здесь опора, и здесь вот такая глотка, и вот там вот такой вот шар. Вот. И осталось только всего с этими дворезнодорами. Причем вот так вот тоненько-тоненько. Ну, допустим, упражнение с ней, или вот, 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 возвращаясь просто к тому вопросу, о чем мы говорили. Согласные, да? Вот она буква. Ги, га, 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 гу. Вот я сейчас кривляюсь конкретно. Вот можно с ребенком вот так вот покривляться. Смотрите, во-первых, закрыли нос, да? Ги, га, 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 гу. Ему очень понятно детям, когда говоришь, попробуй оттолкнись челюстью от челюсти. Ги, га, 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 гу. Он говорит, поиграй в эти вагушечки. Да, га, га, га. Очень-очень понятно. Так вот, берем песню, и всю песню мы делаем на этом упражнении. Никуда не деться, ни взрослому, ни маленькому. Если он почувствовал один раз правильное ощущение, то когда он будет делать неправильно, он будет это слышать. сам ощущать и будет исправлять. Так можно делать на любом упражнении. Бра, бре, бре, бру, бру. Не важно там, бра, бре. На этих согласных. И сочетание букв, звуков. На ней. Вот всю песню сделать. Ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни. Причем не петь. Не нужно тянуть ноты. Допустим, так. Ну, что, как-то показать так, чтобы... Вот мы ее, вот мы ее, в том-то и дело, что мы ее не поем. Мы ее просто обозначаем. Просто даже не интонируем само собой. Просто делаем упражнение, озвучиваем резонаторы. Допустим, в лесу родилась елочка, да? Мы не делаем... Ни-ни-ни-ни-ни-ни-а. Ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни. И желательно еще после каждого слога делать добор дыхания. Чтобы ребенок понимал, что потом, когда она все соединит, вся фраза держится на этом дыхании, ребенок остается. Я ничего не сбросил, я не выдохнул, я не сдулся, я просто воспроизвел звук. А если еще делать добор, это совсем еще больше помогает. То есть еще больше делается звук, 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 звук. Потом то же самое. И можно даже подкрепляться больше. Все, потом, когда ты предлагаешь испеть с текстом изначально, вспомни про ни, вспомни про ги, вспомни про бра, про бри, ощущения. А еще можно сделать такое для метосохранения звука, например, бра, бра, бри, бру, бру. Именно бра, но букву П мы не говорим, а она просто закрывается и сохраняется. Бра. А тем, кто там остался. Аналог тому же упражнению с этой виксы, с этим бррррррррр, да? То, что я говорил, поем согласную букву. Изначально сразу делают почему-то, начинают мам-мам-мам-мам-мам-камкать. А фишка упражнения Буква М Буква М Ее озвучить Вот отсюда Я не пою Есть разница, да? Спеть М и М Зевок держится Все Вот тоже дает обалденное ощущение Именно зевка На опоре То же самое Это по-моему с этой риксовской упражнением На п Все, гортань внизу Она держится И эффект тот же самый Вот Да, да, да Вы знаете, вот Ну, консервирование У мальчика Это понятно, да? Там, вот, диометруют Физиологические, да? Изменения Логические процессы Ну, так сказать Да, у мальчика Девчика Менее, конечно, заметна Но Бывают Вот, как сказать Слечаются Вот, единичные случаи Когда Видно, что у ребенка Что-то идет Какие-то полные процессы Вот Что с ними ограничено Девушку Девочку? Я имею ввиду Вот, так сказать Нагрузка И тесситура Там Диапазон песни Там Вот ограничено Я понял Или Или продолжаем Просто аккуратно Мы продолжаем С ними заниматься Больше вот такой вот А-ля дыхательный Именно упражнений Потому что Вот Много из упражнений Которые у меня Есть, например Они такие Как в спортзал Пришел И штангу тягаем Именно для того Чтобы мышцы привыкли Работать Те, которые нужны Да Можно просто Действительно Ограничить Немножечко Диапазон Да Но Просто К тому моменту Надо постараться Сделать так Чтобы и мальчики И девочки К моменту Своего Созревания Вот этого Изменений Они Знали Что они делают Сами В аппарате Техническом Да Потому что Говорю Я Я вам честно признаюсь Я В жизни Именно вот В профессиональной Потерял Около 8 лет Для вокалиста Это страшный Вообще Отрез То есть Вот В 17 лет У меня мутация Происходила Очень-очень долго А потому что Я все время пел Вот Никто мне не объяснял Это Да Нет Петь Можно и нужно Просто Да Должен быть контроль Педагога Который понимает Что вот сейчас Он надрывается А вот В данный момент Он правильно Держит на опоре И все И соединяет Делает То что Должен делать И все Я говорю У меня вот так Вот диапазон упал Я вот так вот Вместо того Чтобы работать В нормальной Резонаторе Вот так вот Голову задрал Поступил в консерваторию И там тоже Вот так вот Четыре года Отучился Да Вот так вот Все А как же Ну как же Мягче А как же Петь-то Вот так вот Когда вот здесь Все натянуто Так Можно вопрос Да Да Сложность детского возраста Они Понимаете Вообще В принципе Пение Такая штука Либо Ребенок от природы Вот поет Ему поется Его не надо трогать Да А потом Ты уже начинаешь Ему объяснять Как он это делает Он все классно делает Но ты ему еще Просто объясняешь Что он делает Да Весь процесс Который у него происходит И он начинает Это понимать Лет До Двенадцати Тринадцати Сложно объяснить Ребенку Вибратор Но 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 если Ты ведешь правильно Просто Ко мне В основном Приходят дети Которых надо переделывать Спасите Помогите Вот Но Если делать все правильно Вот То же самое Что я говорю Ничего не надо Выдумывать Вот вибратор Вот у меня опора Звук оттуда же идет Зимон В голову Я его сам делаю Я его контролирую То есть это При выдухе Когда Опоры нет А оно выходит И сюда Вот Это вот Говорит о том Что нет опоры Когда есть опора Это я сейчас Очень утрирую Вот Вот я сейчас Не теряя Головных Не убирая С позиции Не отрывая От головы Показываю Как вообще Принцип Звук соединяется а позиция остается, то есть это не просто тот же самый звук на той же самой опоре это просто нужно, чтобы ребенок один раз попробовал сделать, допустим вот так хотя бы забросить но тот же зевок абсолютно, и тогда он поймет откуда идет вообще звук из какого места в груди ничего не изменилось, остается зевок, остается опора если правильно все делать, это делается технически, это не физиологически это делается на опоре, удерживая головной резонатор мы просто делаем это из груди доставая в мягкое немо это делается специально то есть у кого-то это есть природное, открыл и там ну мало у кого так получается просто обычно по природе вибрато вот такое вот, либо человек просто, ну, делает и не знает, как он это делает сам не знает а в принципе, когда ты знаешь технику и технологию, это делается специально абсолютно то есть это хороший инструментальный звук ты ставишь сначала так, как нужно ноту и потом делаешь все, что угодно это касается и мелизматики, и всего ничего не изменилось, это просто позиционное пение блюзовская хипотца блюзовская хипотца? да это когда классно держится головной резонатор чуть-чуть потом отпускается гортань сохраняя звук, чуть-чуть отпустить гортань, чтобы она подскочила не подскочила вот это, да? это тоже та же самая, простите, отрыжка только более глубокая это все, поймите, вот эти вот все моменты которые вот именно стилевые они появляются позже когда, если если кто-то приходит к вам и говорит научите меня делать вот там хипотцу или еще что-то надо объяснить либо ты учишься мы ставим с тобой сначала сначала аппарат ты научишься петь а дальше оно само выйдет потому что как только у тебя аппарат правильно работает ты начинаешь понимать и слышать как это делают остальные фирмовые певцы и ты начинаешь сам вот из-за божья зевка это все все выходит все просто последовательно должно быть вопрос это детки сейчас и в росте очень сильно эмоциональные подогни и иногда умыться в порядке ну просто в ступор входит и все и не важно у них играет или не играет они просто стоят либо вот они открывают ротик а там и не идут то есть он понимает что он поет а думает как вот эти люди помочь справиться человеку не важно какого возраста это надо время просто абсолютно практика практика он после того как он слышит открыл розык решена он больше не выходит это же понятно несмотря на то что музыка останавливается его поддерживает там то либо он начинает совершенно сведения но это с практикой приходит просто это это на конечно конечно ну я вот своего опыта просто как ты настроишь изначально если ты настраиваешь я прошел это в шестилетнем возрасте когда вышел на сцену петь песню и мне концертмейстер вдруг решил сделать он сделал купюру просто вот сидит целый зал а я стою и говорю там не так там не так а он сидит на меня из ямы идем на концовку там не так а потом с опытом это приходит ты просто ну когда ты мне старались просто объяснить что даже что бы ни случилось пой добивай неважно хоть в другую тональность неважно он потом перестанет со временем он перестанет вылетать из тональности если он правильно работает если у него все на месте и резонаторы и дыхание все все будет на месте со взрослыми сложнее у взрослых намного больше комплексов чем у детей с детьми проще а у взрослых надо домой к зеркалу зеркало твой самый лучший психиатр вот сейчас мы проходим вот когда вы увидели арию звезда у вас была это мой взгляд ни в коем случае хочу вас не видеть ничего пили отрицающие у вас стояла определенная стена то есть вы ушли вот в эту роль да вы взяли этот образ вы в него полностью вошли и я что-то не сменула вы ведь работаете по тем как бы по барабану да потому что этот образ вы его сделали хорошо но вот эта стена и работа с зала да то есть была вот эта стена вопрос да я понимаю я просто это прощувствовала потому что такая же стена я просто увидела то есть на своем уровне себя со своим ну то есть я просто думаю да если так говорить потрясательно но вот эту стену то есть закрытие глаз оденье маска то есть ты встав хоп натянул на себя образ и ты ушел и тебе не важно что там закрыл глаза ушел да я понимаю ну у каждого образа просто разные стены вот то что здесь вы живой да да а там я нет там я там я был в произведении это нормально да да я понимаю о чем вы говорите я я это я нет на самом деле все зависит от от ситуации допустим сольный концерт я абсолютно спокойно общаюсь все зависит от произведения вот в данном данном данное произведение я его не могу иначе здесь общение с господом для меня здесь нет ну зрителя я выхожу я я здесь умираю я после этого я после этой арии мне надо время чтобы вообще прийти в себя да поэтому ну бывает такое классическим вопрос так и академическим вопрос так и академическим а па душечка красно девица мы пойдем с тобой разгуляемся мы пойдем мы пойдем с тобой разгуляемся вдоль по бережку волки матушки пускай нас люди зарятся ну и что же это что за парочка то не брат с сестрой и не муж с женой и не муж с женой добрый молодец хоть ibi АПЛОДИСМЕНТЫ